Продолжение следует... Лечится, да, как профилактируется ВИЧ, жизнь с ВИЧ, диагностика и лечение. Наши гости Екатерина Сметанина, заведующая отделением профилактики Центра СПИД, инфекционной клинической больницы уже в студии. Добрый день. Добрый день. Да, и сегодня мы как раз на диагностике и лечении сосредоточимся, насколько я понимаю, и на профилактических каких-то мероприятиях, которые там в том числе людям с уже поставленным диагнозом могут проводиться. Я до программы там, да, почитала немножечко, посмотрела на профильных сайтах информацию. Если я верно понимаю, то всё-таки, несмотря на то, что там и медицина, и фармакология идёт вперёд, основным способом по-прежнему там лечения и поддержания организма в обычном таком нашем здоровом состоянии является антиретровирусная терапия. Да, действительно, сегодня это основной способ для того, чтобы остановить размножение вируса в организме и, в общем-то, замедлить развитие ВИЧ-инфекции. А в чём суть её? Вот так вот, чтобы людям объяснить, почему человек с ВИЧ, который придерживается терапии, в принципе, он для вас не опасен. Вирус в организме размножается по определённой схеме. Эта схема хорошо изучена. Вирус присоединяется к клетке-мишени, впускает туда свой генетический материал, встраивается в генетическую структуру клетки и формирует новые копии вируса. Эти механизмы настолько хорошо изучены, что сегодня разработаны препараты, которые будут блокировать отдельные этапы жизнедеятельности вируса. То есть он не будет размножаться? Вирус не будет размножаться. И если вирус не размножается, его в организме становится настолько мало, что его невозможно выявить. Не антитела, которые мы привыкли в скрининговом тесте на ВИЧ сдавать, а именно сам вирус, его генетическую структуру. Становится вируса очень мало, заболевание не развивается, иммунитет не разрушается, то есть он остаётся сохранен многие годы. И поэтому люди с ВИЧ могут рожать здоровых детей, могут вести обычный образ жизни и так далее. Всё, о чём мы уже говорили. Как давно применяется этот метод? Изначально он был или он как-то эволюционировал? Первые вообще лекарственные препараты появились достаточно давно. То есть в 1985 году началось производство тестов на ВИЧ. Тогда же были новые формулы препаратов, как раз их изобретали, пробовали. Первая формула была препаратом, который планировался для лечения раковых заболеваний. И вот с тех пор фармакология вообще на самом деле не останавливается. Сначала это была монотерапия, когда был только один препарат. Потом количество препаратов увеличивалось. Достаточно хорошо был изучен цикл жизнедеятельности вируса. И сегодня, как правило, влияние идёт на жизнедеятельность вируса сразу тремя препаратами. И они очень активны. Поэтому терапия называется высокоактивная антиретровирусная. Ретро — это от названия вируса, это семейство ретровирусов. Поэтому вот ARVT, VART — это все аббревиатуры, которые характеризуют именно применение вот этой схемы препаратов. Я почему, собственно, задала вопрос? Потому что я помню ещё, например, если где-то в начале 2000-х считалось человек ВИЧ-инфицирован. Ну, то есть всё, вот. Ну, приговор, фактически. Да, 5-7, максимум 10 лет, то сейчас об этом уже вообще, в принципе, никто не говорит, да? То есть если ты вовремя, вовремя был поставлен диагноз, начата терапия. Так и есть на сегодняшний день. В начале 2000-х стало увеличиваться количество препаратов. Они стали доступны. У нас начал действовать приоритетный национальный проект «Здоровье», в рамках которого начались федеральные поставки препаратов. Они, препараты, стали доступны для всех нуждающихся. И, в общем-то, действительно, мы всем и сегодня всем нуждающимся обеспечиваем необходимый уровень терапии. Главное, чтобы у человека было желание эту терапию применять. А терапия для человека, ну, вот приобретение этих лекарственных препаратов за свой счёт осуществляется или это за счёт средств ОМС обеспечивается? Это не ОМС, это отдельная программа. Для человека эти препараты выдаются бесплатно. Но он должен состоять на учёте в спеццентре, регулярно приходить, сдавать анализы, контролировать уровень иммунитета, контролировать уровень вирусной нагрузки. Без этого, конечно, препараты бесплатно человек не получит. То есть наблюдаться у врача регулярно? Обязательно. Состоять на учёте и наблюдаться у врача, то есть поддерживать постоянный контакт с медицинской организацией. А есть ли особенности какие-то в назначении терапии? То есть более интенсивная она при одной степени, вирусной нагрузке на организм, менее интенсивная при другой? То есть в зависимости от стадии, если понятным языком говорить. Существуют линии терапии, они, скажем так, связаны с тем, что только ли пациент начинает принимать терапию или уже имеет определённые успехи и достижения в лечении. Есть ли у него сопутствующие заболевания, есть ли у него устойчивость вирусная, резистентность так называемая. Это всё достаточно хорошо прописано в методических рекомендациях по лечению пациентов с ВИЧ. И врач будет подбирать всё-таки терапию индивидуально, исходя из особенностей пациента. Да, конечно, мы придерживаемся рекомендованных схем, но это никогда не исключает учёт индивидуальных особенностей человека, состояние его здоровья, возраст. Всё-таки возрастные заболевания тоже существуют. Это и гипертония, и сахарный диабет, который необходимо учитывать. Будут учитываться сопутствующие патологии, например, туберкулёз или вирусные гепатиты ВИЦ. Безусловно, врачи всё это будут рассматривать, изучать, анализировать. То есть данные исследований самых различных, это не будут только анализы крови, это будут и данные УЗИ, и рентгенографии и так далее. Без этого терапия, конечно, не назначается. А препараты, они назначаются курсами или это всё пожизненно, каждый день? Препараты начинаются принимать однажды и на всю жизнь. Со временем может быть поменена схема препаратов, но это уже на всю жизнь. В общем-то, как при любых хронических заболеваниях, при которых рекомендован пожизненный приём препаратов, здесь такая же система. Человек каждый день пьёт таблетки для того, чтобы вирус не размножался. Как только человек прекращает принимать таблетки, молекулы вещества перестают действовать, вирус снова начинает активно размножаться, причём размножаться начинает очень быстро. Это может привести к серьёзным нарушениям работы в иммунитете, поэтому терапию мы рекомендуем принимать постоянно, не прерывая лечение. То есть как раз прерывание терапии может плохую роль сыграть? Конечно. Потому что уже организм привык получать какую-то дозу поддержки, да? Да. А прерывание вообще? О каком сроке идёт речь? Если человек, ну, я не знаю, всякие ситуации... Забыл выпить таблетку один день. Да. Или не успел вовремя из какой-то поездки, командировки вернуться домой, не хватило препаратов. Ну, то есть разные ситуации бывают. Ну, то есть не тогда, когда намеренно отказался от терапии, а вот действительно какие-то такие вот промахи. Вообще, конечно, пропуск одной вечерней таблетки снизит концентрацию вещества, но вещество ещё будет находиться в крови. А вот если человек уже несколько дней пропускает приём препаратов, то количество препаратов в организме будет значительно снижено, и вирус уже получит возможность размножаться. Поэтому вопросы, когда человек едет в командировку, там, не знаю, ну, в отпуск, например, да, уезжают, или вот как в этом году у нас, например, пациенты не смогли выехать из регионов в связи с коронавирусом, да, уехали по работе, например, и не смогли вернуться вовремя. Это всегда ситуация риска, когда вирус может возобновить свою губительную работу, и мы рекомендуем либо связываться с нами, чтобы оперативно человеку родственники, например, могли передать эти препараты, отправить, либо обращаться в спеццентр там, где человек находится. А там он приходит туда, там, в принципе, происходит то же самое, я просто думаю, может быть, и в Киеве такая же история. Или это от регионов зависит. То есть приходит человек с полисом другого региона медицинским и говорит, что у меня вот такой вот диагноз, вот, значит, я принимаю вот это, вот это, вот это, вот этот препарат у меня закончился. Как это обычно происходит? Обычно это происходит так, что человек получает, например, временную регистрацию и пишет заявление о постановке на учёт в спеццентр. Для того, чтобы врачи оперативно получали данные о состоянии здоровья пациента, существует федеральный регистр, в котором есть вся необходимая информация. И, соответственно, решение главного врача спеццентра человек может быть поставлен на учёт. Как правило, это всегда связано с наличием временной или постоянной регистрации. И получать уже необходимую медицинскую помощь по месту пребывания. И ту же самую процедуру нужно будет провернуть, ну, то есть можно, если человек оказался, например, в больнице в другом регионе. Ну, всякое бывает, вот, ну, в ДТП, не знаю, попало, да? Ну, приятные, да, какие-то бывают ситуации в жизни. Как-то, то есть если, например, человек оказался в больнице, например, условно говоря, находится без сознания, есть какая-то общая база, чтобы врачи поняли, что человек находится на терапии, и её нужно... Мне кажется, это такие очень частные случаи. Ну, понятно, да. Действительно, случай очень частный. Ну, бывает такое, к сожалению. В федеральный регистр, он всё-таки существует именно между спид-центрами. То есть сеть защищена, просто доступа к ней посторонних, даже медицинских работников других организаций не существует. И если человек попал в аварию, в принципе, в медицинской организации у него берут тест на ВИЧ, у него в любом случае берут анализы, и даже если он не может сказать о своём состоянии, врачи всё равно узнают о том, что он ВИЧ-инфицирован, и примут необходимые меры, уже, соответственно, свяжутся с врачами спид-центра и так далее, и так далее. По цепочке информация будет достаточно в короткие сроки доступна. Ещё такой вопрос. Всё-таки вот эта терапия, о которой мы говорим, это таблетки и капсулы, которые человек должен принимать сам. Или есть какие-то иные формы доставки препарата в организм, ну как вот эти инсулиновые помпы, например, когда диабетики получают препарат, вне зависимости от того, забыли, не забыли, всё за них сделает техника. Разработка, например, инъекционных форм лекарственных препаратов сейчас действительно ведётся. Есть определённые сложности, например, по скорости высвобождения препаратов, по совместимости их в одном инъекционном препарате, потому что, как правило, три, а то и четыре препарата должно сочетаться в одном приёме. Поэтому разработки такие ведутся. Возможно, они скоро будут доступны. Обещали, что уже в следующем году будет регистрация одного из препаратов. Не могу сказать точно, но вот фармкомпании уже знакомили нас с тем, что такое вскоре будет возможно. И это, конечно, в какой-то степени упростит приём терапии. Например, один укол в месяц или в три месяца, например. Возможно, такие формы будут. На сегодняшний день пока это приём препаратов. Это может быть одна таблетка, две, три, иногда чуть больше. Всё-таки есть нюансы по подбору терапии индивидуальной. Часто ли встречаются какие-то побочные действия, на которые жалуются пациенты, с которыми, в свою очередь, тоже приходится бороться? Потому что нельзя же отменить приём препаратов. Если побочные эффекты встречаются и не проходят в течение первого месяца, то есть человек не привыкает, организм не справляется, как правило, подбирают другую схему терапии. Смотрят, опять же, на показатели. Иногда смотрят не только на побочные эффекты, но и на результаты анализов. Насколько эффективен препарат? Как изменились другие показатели? Например, уровень АЛТ, ЛС, АСТ, которые привычны для нас. Ферменты печени. Да, печёночные ферменты. Смотрят обязательно на все-все показатели для того, чтобы обеспечить человеку максимально комфортный режим приёма. Но опять же, мы отмечаем, что больше всего побочных эффектов бывает у людей, которые настороженно относятся или боятся приёма терапии. Как это? Это как-то на уровне психосоматики как-то работает, что ли? Это на уровне повышенной тревожности, когда человек, принимая препараты, начинает прислушиваться к своему организму максимально тщательно и любое проявление, независимо, связанно с таблетками или нет, списывает именно на приём препаратов. Вот здесь очень внимательно подходим. И обязательно, если у человека идёт какая-то непереносимость препаратов, то есть он жалуется, и врач смотрит, вроде бы и есть, а вроде бы и какие-то жалобы такие стёртые, человек обязательно отправляется к психологу для того, чтобы психолог мог уточнить, всё-таки это действительно проявление соматики до тела. Или человек всё-таки проявляет повышенный уровень тревожности. Что может быть? Одышка, покраснение, тревожный сон, что-то. Вот такое, что не совсем может быть связано именно с лекарственным препаратом. Хотя и побочные действия такого рода тоже могут встречаться. И вот тут вот прям очень точно надо выявить и поработать с человеком. И да, в ряде ситуаций, когда человек понимает, что это не имеет отношения к лекарствам, он потом продолжает абсолютно нормально пить ту же самую схему. Если схема подошла, всё нормально, как часто нужно наведываться в спидцентр? То есть насколько человек вообще будет привязан к постоянным приёмам до уроча? Это зависит от состояния здоровья человека. Это может быть раз в три месяца, это может быть раз в полгода, но не реже. А так обычно чаще всего это раз в полгода. Если достаточно хороший уровень иммунитета, если нет никаких других побочных заболеваний, сопутствующих заболеваний, каких-то побочных эффектов, раз в полгода. У кого состояние здоровья похуже, иммунитет достаточно ослаблен, например, поздно начали принимать терапию или были поздно выявлены, это уже раз в три месяца. Ну а после назначения приёма человек первый раз приходит через месяц для того, чтобы как раз с врачом обсудить все те проблемы, которые у него возникли в течение первого месяца приёма препаратов. Это тоже обязательно. Пустила мысль. Есть ли какие-то стандартные последствия приёма препаратов, на которые всё-таки человеку надо обратить внимание? То есть мы говорили, что кажется человеку, что там что-то заболело, одышка появилась, ещё что-то. Но вот доказана история, что у меня есть ВИЧ, я принимаю терапию. И на какие органы надо обратить внимание? Каким ещё врачам ходить и какие обследования делать? Вообще, людям, живущим с ВИЧ, в рамках диспансеризации рекомендуется достаточно немаленький набор, в который входят и УЗИ брюшной полости, и флюорография обязательно, и посещение, и лора, и стоматолога, и терапевта, ну и по сопутствующим заболеваниям. В принципе, в этих назначениях нет ничего такого, чтобы мы не делали, например, в рамках диспансеризации. Обычный человек то же самое делает. Да, обычный человек делает то же самое, но здесь, если обычный человек зачастую смотрит на назначение и думает, пойду-не пойду, пропущу-не пропущу, то здесь мы всё-таки рекомендуем придерживаться именно вот этого регламента для того, чтобы сразу же отследить изменения, которые могут произойти вследствие присоединения других заболеваний. Всё-таки нарушение работы иммунитета, оно настораживает нас в отношении присоединения каких-то других инфекций, бактериальных, грибковых, вирусных. А есть прямо вот список этих инфекций, которые там 100% скорее всего присоединятся, зачем надо следить или нет? Чаще всего это всё-таки туберкулёз. Из-за инфекционных заболеваний очень часто на фоне ослабленного иммунитета у людей с ВИЧ-инфекцией появляется туберкулёз. Поэтому флюорография – это обязательно исследование, которое пропускать ни в коем случае нельзя, плюс обязательно диаскин-тест, то, что мы привыкли раньше прививкой Монту называть, это не прививка на самом деле, реакция. Вот эти вот обследования ни в коем случае. Обязательно УЗИ органов брюшной полости, потому что это связано и с работой печени. Любые препараты медицинские, они в любом случае будут перерабатываться печенью. И за состоянием здоровья этого органа тоже надо пристально следить в обязательном порядке. Конечно, работа почек, потому что это вывод частично лекарственных препаратов. То есть это тоже контроль, регулярный, ежегодный контроль. Ну, тут речь, я немного суженаю вопрос. Я знаю, что многие переживают о том, что придется жить в больнице, как это говорят. Все, теперь надо будет жить в больнице. Работать на лекарства. Да, работать на лекарства, жить в больнице, то есть постоянно какие-то обследования, обследования. А тут получается что-то к врачу, то есть если все там схема подобрана правильно, то есть это не чаще, чем в полгода. Те же самые обследования, да, то есть они тоже вот раз в год, как я понимаю, флюорография. Да, совершенно верно. На самом деле жить в больнице не надо. Образ жизни не меняется. Образ жизни сильно не меняется. Мы просто привыкли к тому, что мы не ходим к врачам, не следим за собственным состоянием здоровья. И для нас даже явление диспансеризации, оно было немножечко некомфортным. То, что надо идти, что-то сдавать, там, обследоваться на что-то. Так вот здесь, в общем-то, даётся человеку возможность регулярно следить за своим здоровьем. Просто регулярно. А препараты, они получаются в удобное время. То есть это ведь не каждые три месяца человек, например, может обследоваться. Он просто может прийти за препаратами. И безусловно... А препараты получают в спеццентре или в аптеке? На сегодняшний день препараты получают либо в спеццентре, либо в районной больнице по месту проживания. Из районов сложно приехать в город. То есть либо там у специалиста получают препарат, либо в спеццентре. То есть в аптеке их в доступе таком как бы широком их нет? Нет. Их надо в специализированных каких-то организациях получать. Понятно. Ещё вот по обследованиям, если мы говорим, да, понятно, что есть там золотой стандарт, что называется, ну вот уже там проверенные какие-то исследования, которые есть. Вы говорите о флюорографии. Человеку, который мнительный, который беспокоится, имеет ли смысл проходить более широкое обследование там? Ну вот сейчас все говорят о том, что флюорография, например, коронавирус не показывает, надо сразу идти на КТ. Вы же даже минуя рентген, да? Да, да, да. Смысла в гипердиагностике на самом деле никакой нет. То есть флюорография – это стандартный способ для выявления, например, того же туберкулеза, изменения в состоянии лёгких, в состоянии сердца. А КТ – это уже диагностика непосредственно вирусной пневмонии, которая связана у нас с эпидемией коронавируса. Поэтому здесь вот сразу бежать на КТ смысла нет. Достаточно флюорографии. В крайнем случае, если есть какие-то жалобы, если есть показания, можно будет пройти рентген. Но это же надо понимать, да, это нагрузка. Да, это облучение, это нагрузка, поэтому гипердиагностикой увлекаться не надо. Если есть жалобы, нужно прийти к врачу и обсудить с ним именно план обследования, но не решать самому. Коронавирус, кстати, как-то… Ну, вот у людей с диагнозом ВИЧ, да? Да, у людей с диагнозом ВИЧ точно так же бывают заболевания, связанные с коронавирусной инфекцией, точно так же они болеют. Ну, то есть ВИЧ не входит в число тех заболеваний, как сахарный диагноз, которые усложняют течение. Это будет, опять же, зависеть от иммунитета, от общего состояния здоровья и уровня иммунитета. Чем иммунитет ниже, тем, конечно, заболевание любое будет протекать сложнее. Если уровень иммунитета аналогичен, уровень иммунитета здорового человека без ВИЧ-инфекции, то, в общем-то, и течение будет такое же. То есть это фактор, который может осложнить. Есть ли ещё какие-то дополнительные, там, ну, не знаю, мероприятия, которые человек может провести для того, чтобы своё здоровье как-то поддержать? Ну, то есть помимо вот этой вот назначенной терапии, того, что входит в план лечения, не знаю, там какие-то санатории, куда-то поездки, может быть, какие-то есть сейчас, ну, не знаю, там физио-нефизио, но какие-то вот такие процедуры из этой области. Знаете, нас многие спрашивают, а что делать, чтобы сохранить иммунитет? Самый простой ответ, самый доступный для всех – это здоровый образ жизни. Что такое здоровый образ жизни для нас? Это отказ от вредных привычек, правильное питание, активность определённая. Здоровый сон. Да, здоровый сон. Отсутствие стрессов, умение правильно реагировать. Вообще на иммунитет стрессовые ситуации очень серьёзно всегда влияют. Поэтому если наш пациент осознаёт, что трудно ему переживать стрессовые ситуации, вот тяжело самому справиться, он может пообщаться с психологом для того, чтобы найти какие-то свои способы реагирования на стресс, переживания негативных ситуаций, избегания конфликтных ситуаций. То есть, в общем-то, за пределами здорового образа жизни ничего сверхъестественного мы не рекомендуем. То есть всё остальное, как у всех. Есть ли список каких-то действий, либо противопоказаний для исследований других заболеваний, условно? Может быть, противопоказаны какие-то исследования инструментальные, ещё что-то? Должен ли человек с ВИЧ-диагнозом, приходя в стоматологию, предупреждать доктора о том, что у него ВИЧ? На сегодняшний день практически во всех частных стоматологиях, да и в государственных существует опросник, где уточняются у человека все заболевания, которыми врач должен быть снабжён, информация о которых врач должен быть снабжён, если он оказывает медицинскую помощь. Конечно, указывать необходимо все заболевания, потому что это может быть и какое-то лекарственное взаимодействие препаратов, это могут быть и какие-то особенности течения, например, послеоперационного периода. Не секрет, что если уровень иммунитета слишком низкий, а вирусная нагрузка высокая, и пациент не получает лечения, то послеоперационный период может быть осложнён чем-то, чем если бы человек был, по сравнению с периодом, если бы человек принимал терапию и имел достаточный уровень иммунитета. Поэтому таких каких-то запретов-запретов, пожалуй, нет. Но рекомендации по тому, чтобы обсуждать с врачом состояние своего здоровья, они абсолютно одинаковы для всех людей, живущих с ВИЧ. Прервёмся на полторы минуты, на рекламу, после продолжим. Екатерина Сметанина в нашей студии, заведующая отделением профилактики Центра СПИД инфекционной и клинической больницы. Говорим о жизни с диагнозом, диагностикой и лечением ВИЧ. Сегодня у нас эта тема «ВИЧ и СПИД лечатся или нет?». Про ВИЧ мы поговорили. СПИД, я так понимаю, что это последняя терминальная стадия фактически. То есть здесь уже поздно, что называется, или нет? Нет, не поздно. Смотрите, СПИД – это синдром приобретённого иммунодефицита. То есть это иммунодефицит, который развивается в течение всего заболевания ВИЧ-инфекции. И если у человека развиваются сопутствующие заболевания на фоне очень серьёзно ослабленного иммунитета, если количество клеток иммунитета очень низкое, то можно, вовремя начав терапию, сначала попытаться остановить развитие этих сопутствующих заболеваний, а дальше, если всё-таки иммунитет ещё хоть сколько-то сохранен, если есть ещё из чего восстанавливать ресурсы, а дальше можно избавиться от симптомов СПИДа, и человек перейдёт на стадию просто ВИЧ-инфекции, то есть есть тоже стадия заболевания, то есть он не погибнет от СПИДа. И, соответственно, образат возможен. Да, да, да. Он как бы перейдёт на уровень, где будет повышаться иммунитет, конечно, на это может уйти несколько лет. И у нас ситуации, когда пациенты поздно выявлялись практически вот в этой ситуации, но при этом очень хотели жить, вели правильный образ жизни, принимали препараты и за несколько лет восстановили иммунитет. Но если не до нормальных цифр, как у здорового человека, но хотя бы до тех цифр, при которых иммунитет может нормально функционировать, такие случаи регулярно случаются. Ну вот немножко, наверное, какое-то отступление некоторая тема. Но вот вы говорите, да, что бывают люди, кто выявляют заболевания на поздней стадии, но тем не менее вот они хотят жить, лечение какое-то получать. Как так получается, что очень поздно выявляют заболевания? То есть, с одной стороны, есть, не знаю, как корректно назвать, да, то есть какие-то, возможно, там маргинальные слои общества, которые просто не следят за здоровьем. Вот совершенно необязательно. А здесь понятно, что это абсолютно… Но мы уже не раз говорили, что длительное время ВИЧ-инфекция может протекать бессимптомно. И здесь есть такой очень интересный эффект, ведь вот когда мы с вами чувствуем боль в каком-то определенном месте, припухлость, покраснение, температуру, жар, это работает наш иммунитет. То есть подключаются защитные силы. Со временем, когда иммунитет ослабевает, защитные силы всё реже и реже подключаются к тому процессу воспалительному, который мог бы появиться при внедрении какого-то внешнего возбудителя. И человек длительное время чувствует себя хорошо, пока не начинается серьёзное разрушение организма. А так как у нас не принято обследоваться на ВИЧ, и вообще поход к врачу у нас как-то ассоциируется с очень большими, серьёзными временными затратами, эмоциональными затратами, то люди зачастую тест на ВИЧ и вообще не сдают, и не задумываются об этом. И выявляем мы таких людей либо случайно, например, в рамках диспансеризации можно пройти тест на ВИЧ. Подготовка к операции. Подготовка к операции, обращение к врачу по поводу другого заболевания, когда врач по клиническим показаниям человеку назначает тест на ВИЧ. Часто выявляем таких пациентов, уже находящихся на госпитализации, то есть в стационарах находящихся. И вот эти вот случайные находки, как правило, говорят о том, что человек уже какое-то время болеет, иммунитет достаточно серьёзно разрушен. И здесь очень важно, чтобы человек не потерял веру, а именно понял, что у него есть возможность восстановиться. То есть, возможно, даже не то, что человек постоянно испытывал, длительные годы испытывал какие-то проблемы со здоровьем, но не обращался к врачу, это может просто случиться внезапно. То есть вот организм поддерживал, поддерживал твой иммунитет и в какой-то момент просто отказался это делать. Но иммунитет, он не мгновенно падает, он разрушается медленно. Ведь ВИЧ-инфекция относится к заболеваниям хроническим медленно текущим. То есть иммунитет может разрушаться медленно. То есть количество вот этих клеток защитников иммунитета, оно может постепенно, каждый год, понемногу-понемногу уменьшаться, пока не будет достигнуть какой-то предельный минимум, при котором уже всё, человек будет чувствовать себя действительно плохо. А так для человека выявление диагноза ВИЧ-инфекции, это, конечно, внезапно. То есть с точки зрения наблюдения это не внезапно. Всё это можно увидеть, всё это можно отследить. Но опять же для этого надо регулярно врача посещать, регулярно следить за собой, сдавать какие-то анализы, обследоваться на что-то, хотя бы тест на ВИЧ раз в год проходить. А так получается, что да, человек жил-жил-жил, потом заболел, и тут раз у него ещё и ВИЧ. Это страшно. Лежал, например, с пневмонией, а у него раз и ВИЧ. Или там в гинекологическом отделении, там с почками что-то, с какими-то другими органами, в неврологическом отделении попал, взяли анализ, а у него ВИЧ-инфекция. Это страшно для человека. Прежде всего, это удар дополнительный. Вот если мы говорим о заболеваниях, которые там либо сопутствуют ВИЧ, либо там просто параллельно как-то существуют. Вы уже сказали про туберкулёз, что наиболее частые последствия. А есть ведь и другие болезни, с которыми ВИЧ-инфицированные живут. То есть это вот и диабет, например, да, и гепатит. Ну, давайте посмотрим, как бы гепатиты, они передаются так же, как и ВИЧ. Поэтому примерно в половине случаев ВИЧ-инфицирования мы ещё встречаем и гепатит. В или С, может быть, оба В и С гепатита. Но это достаточно частый спутник ВИЧ-инфекции, потому что заражение происходит примерно одинаково. То есть чаще всего с кровью. То есть это не последствия ВИЧ-инфекции? Нет. А это одновременное, получается, заражение, да? Вирусы гепатита В и С – это совершенно самостоятельные вирусы, поражающие клетки печени. Ну, отсюда и название, в общем-то, гепатит. И они попадают в организм вместе, параллельно. Ну, иногда бывает, что там чуть позже, чуть раньше, но, в общем-то, пути-то передачи одинаковые. А вот диабет – это уже немножечко другое. То есть это приобретённая история или нет? Ну, подожди, но человек… Это всё приобретённая история, потому что возбудители гепатита, они несвойственны. То есть человек их каким-то образом получает. Там через кровь, реже половым путём, но получает. А диабет, он развивается. То есть на сегодняшний день не доказана, например, та же вирусная природа диабета. Поэтому либо человек получает отрождение и постоянно на инсулине, либо он развивается вследствие нарушения работы определённых клеток поджелудочной железы. И тогда, естественно, безусловно, у человека с ВИЧ-инфекцией, как у любого другого из нас, может развиться, например, диабет, гипертония – это всё заболевание, которое есть. Но это не следствие ВИЧ-инфекции? Нет. То есть это самостоятельная история? Это самостоятельная история. Конечно, любое хроническое заболевание может привести и развить риск появления другого хронического заболевания. То есть на фоне ВИЧ-инфекции, конечно, риск того, что может развиться диабет, развиться гипертония или даже развиться онкологическая патология, он выше. Потому что всё-таки организм работает немножко в другом режиме. Хоть и остановлено препаратами, но чуть-чуть, немножечко, вируса всё равно остаётся, он всё равно потихонечку где-то там существует. Это практически не влияет, но именно вот сам фактор риска, который может быть выше, чем у человека абсолютно здорового, который ничем не болеет, он, естественно, да. Но вот тут, видите, очень тонкая грань. Абсолютно здоровый человек, человек, у которого нет никаких заболеваний, ведущий здоровый образ жизни. То есть что это? Это на сегодняшний день, наверное, несуществующий человек. Нет такого человека. Да, поэтому. Но да, с нашими пациентами мы всегда говорим о том, что здоровый образ жизни – это очень важно, потому что всё-таки риск развития других хронических заболеваний на фоне уже имеющегося хронического, он выше. Насколько часто приходится при проявлении таких вот серьёзных заболеваний, как диабет или выявление гепатита дополнительно, корректировать как-то схему терапии? Или диабет будет диабетом идти, да, терапия, терапия? Врачи в любом случае будут смотреть совместимость препаратов, переносимость препаратов, и это уже будет зависеть всё-таки от результатов анализов. То есть по частоте здесь всё-таки индивидуальный подход. Когда-то приходится корректировать, когда-то нет. Зависит и от той схемы, которую получает человек при ВИЧ-инфекции и от того, что ему сопутствует, чем он лечится у других специалистов. Есть ещё какие-то особенности, так скажем, существования человека с диагнозом ВИЧ, человек, который лечится, человек, который получает терапию в его образе жизни, скажем так. Вот мы, по-моему, в одной из прошлых наших программ говорили про профессиональные какие-то вещи, что человеку с ВИЧ лучше, наверное, не работать там, где связана работа с жидкостями. Да, с биологическими жидкостями. А вот здесь просто образ жизни, не касающийся работы, условно говоря, какой-то экстремальный спорт, поездки в отпуск в жаркие страны, охлаждение какое-то, опять же, если там про плавание, например, говорим, да, есть люди, которые увлекаются плаванием в открытой воде в том числе, да, какие-то вещи, связанные там, я не знаю, с экскурсиями туристическими, куда-то там залезть в какую-то пещеру или в какие-то подземелья или ещё что-то. Вот есть ограничения, которые накладываются? Здесь есть не столько ограничения, сколько одно важное правило. Человек должен чётко осознавать, какой вред ему может нанести тот или иной выбор. Там жаркие страны, пещеры, насекомые, заболевания, привезённые из этих других стран. Вот, кстати, да, Юго-Восточная Азия, да, там же много такого бывает. Пациенты, которые ответственно подходят к своему здоровью, там следят, например, за чистотой питьевой воды в других странах, за гигиеной и так далее, то есть, которые заботятся о том, чтобы на их иммунитет не было какого-то постороннего влияния, они спокойно и путешествуют, и занимаются экстремальными видами спорта. Но тут мы всегда рекомендуем, пожалуйста, обсудите с врачом состояние вашего иммунитета и те факторы, которые могут на него повлиять. То есть вот не то, что про все там виды спорта или ещё про что-то, а вот конкретно у вас появилась идея, и вы не знаете, как это повлияет на ваш иммунитет. Подойдите к лечащему врачу и обсудите, что может негативно сказаться на приёме ваших препаратов, на изменении режима приёма препаратов, на появлении каких-то дополнительных стресс-факторов, которые могут оказать какое-то влияние, да, та же акклиматизация, например. Обсудите, пожалуйста, с врачом, и если у врача нет никаких вопросов, если у вас всё благополучно и по приёму терапии, и по вирусной нагрузке, и по иммунитету, то каких-то вот прям таких серьёзных ограничений. Вот Аня задала вопрос тоже про юго-восточные страны, у меня сразу возник такой технический момент, а препараты, они насколько выдаются, то есть насколько я могу, например, уехать, грубо говоря, из страны, например. То есть нет ограничения по препаратам, как с обезболивающими, например. Можно сколько-то попросить или как-то выдаем, ну, насколько, на месяц, там, и через месяц мне обязательно уже нужно рассчитывать, что мне нужно вернуться. Ну, смотрите, если мы рекомендуем обследование не реже раз в полгода, то на этот срок, конечно, бывают, скажем так, индивидуальные какие-то моменты, когда по заявлению человеку могут и на другой срок выдать препараты в связи с удалённой работой, ещё с чем-то. Но мы всегда говорим о том, что вопрос-то не столько в получении лекарств, но ещё и в контроле действия этих лекарств. То есть смена места жительства – это достаточно ответственный шаг, который должен быть продуман. И отъезд на длительную работу куда-то, вот там, за границу, ещё что-то, это тоже нужно понимать, как ты будешь получать медицинскую помощь, если у тебя что-то пойдёт не так. Пора нам на этом, к сожалению, закругляться. Спасибо большое Екатерине Сметаниной, заведующей отделением профилактики Центра СПИД инфекционной клинической больницы. Дневной разворот на этом завершается. Мы с Екатериной Сергеевной встретимся ещё раз через две недели.